Всем привет, вы на Мабайвер. Выбираем доступный смартфон. Что лучше купить? Яркий Samsung Galaxy J3 2016 или молодежный Meizu M5? Какой смартфонов лучше и чем? Мы поможем вам определиться с выбором. Смотрите сравнение. У Samsung J320 и Meizu M5 в дизайне преобладают плавные линии и закругленные углы. Задняя крышка в Samsung J3, впрочем, как и батарея, съемная. Слоты под сим-карты раздельные формата microSIM и находятся под крышкой. Также присутствует слот под карту памяти. Рамка NJ3 2016 выполнена под металл и выступает над экраном. В Meizu M5 неразборный корпус из поликарбоната с закругленными гранями и углами. Несмотря на увеличившийся размер экрана, по сравнению с предыдущим поколением, смартфоном удобно пользоваться одной рукой. Всю переднюю панель в M5 закрывает два спины D-стекло, тогда как у конкурента стекло обычное. У обоих смартфонов присутствует олеофобное покрытие хорошего качества. Палец скользит более приятно по экрану Meizu M5. Внешне Meizu M5 мне понравился больше. А какой смартфон нравится больше нашим зрителям? Делитесь в комментариях. Если сравнивать фото и видео возможности смартфонов, то небольшое преимущество будет за Samsung. Так, разрешение основной камеры у китайца 13 мя пикселей, тогда как корейс довольствуется камерой 8 мя пикселей. И все равно Samsung снимает лучше. Видео M5 пишет Full HD с частотой 30 кадров в секунду, тогда как у J3 2016 только HD, также 30 кадров в секунду. Стоит отметить, что в M5 используется двухцветная вспышка. В настройках камеры у обоих смартфонах есть различные сюжеты и фильтры. По фронтальным камерам преимущество также за J320. Разрешение фронтальных камер 5 мя пикселей. Примеры фото и видео вы видите на экране. И сами можете оценить, кто снимает лучше. И поделиться своим мнением в комментариях. Аккумулятор M5 несъемный на 3070 мАч. Заряда спокойно хватает на день работы. Если экономить, смартфон может прожить и два дня. В то же время Samsung J3 оснастили аккумулятором на 2600 мАч. Одного заряда аккумулятора хватит на чуть дольше. В среднем на полтора дня. В целом по автономности смартфоны схожи. У Samsung J3 используется 5-дюймовый Super AMOLED экран. А у Meizu M5 5,2-дюймовый IPS экран. Разрешение экрана смартфонов 1280 на 720 точек. При этом у M5 плотность пикселей составляет 282 ppi. А у J3 294 ppi. Обе матрицы со своими плюсами и минусами. Углы обзора и контрастность лучше у Samsung J320. Отмечу, что в M5 есть датчик автоматической регулировки яркости. А в Samsung J3 его почему-то нет. Мультитач в Samsung на 2 касания, а в M5 на 5 касаний. В настройках доступны различные индивидуальные настройки дисплея. Также у Meizu над экраном расположился светодиодный индикатор уведомлений. Тогда как у Samsung J320 его нет. Какой экран лучше решать каждому. Но я бы выбрал экран J3. Несмотря даже на отсутствие автоматической регулировки яркости. Оба смартфона работают на операционной системе Android. У Samsung операционная система версии 5.1, а у Meizu 6. По Android у Meizu установлена фирменная бочка FIMAS, а у Samsung TouchWiz. Из особенностей FIMAS выделю отсутствие отделения на рабочие столы и приложения, а также отсутствие предустановленных Google сервисов. Google приложения можно установить из магазина Meizu. У Samsung J320 установлен 4-ядерный процессор Spectrum SC9830 с ядрами Cortex-A7 и тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-400. Бюджетное решение, которое подойдет для соцсетей и простых игр. А в Meizu M5 используется 8-ядерный процессор Mediatek MT6750, который состоит из двух блоков по 4 ядра Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графикой Mali-T860. Это процессор среднего уровня, на нем можно поиграть большинство игр, правда на минимальных или средних настройках. У Meizu M5 установлен 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ постоянной, соответственно. Тогда как у Samsung Galaxy J320 оперативной памяти по 3 ГБ, а встроенной памяти 8 ГБ, хотя есть версии и на 16. И Samsung и Meizu поддерживают карты памяти microSD до 256 ГБ, но не стоит забывать про гибридный лоток у Meizu. По быстродействию явное преимущество за Meizu M5. Тесты Antutu, Geekbench и Peak Citadel вы можете видеть на экране. Детальные тесты в играх смотрите в обзорах каждого устройства отдельно у нас на канале. Оба смартфона в качестве звонюки хороши, кого-то выделить нельзя. Разговорный динамик и микрофон не плохого уровня. Смартфоны работают в сетях 2G, 3G и 4G с двумя сим-картами. Звук внешней динамикой среднего уровня, запас громкости хороший, но отмечу, что у Meizu M5 звук чуть громче. Звук наушников смартфона выдают средний, FM радио есть только в J320. В Meizu M5 Wi-Fi двухканальный с поддержкой протоколов ABGN и Wi-Fi Direct. Тогда как у Samsung Wi-Fi одноканальный с поддержкой тех же протоколов, есть небольшая разница в Bluetooth. В Meizu M5 версия 4.0, а в Galaxy J3 Bluetooth версии 4.1 off-energy. Навигация с помощью GPS и GLONASS у обоих смартфонов. Отличие по беспроводным соединениям у смартфонов небольшое. В Meizu M5 более мощный Wi-Fi, а в J3 есть FM радио. Мои отзывы о Samsung Galaxy J3 2016 и Meizu M5. Оба смартфона отличные бюджетные варианты, и их стоит рассматривать к покупке. Для экономии не забывайте пользоваться кешбеком, и экономить как мы. Но все же я бы выбрал Samsung Galaxy J3 2016. Почему Galaxy J3? У смартфона лучше экран, более интересные камеры, а также отличная оптимизация. А чем лучше Meizu M5? У смартфона больше встроенной памяти, но не забываем про гибридный лоток. На Meizu M5 можно поиграть в более мощные игры. И на этом все. А какой смартфон выбрали бы вы? Поделитесь мнением в комментариях, а также проголосуйте в подсказках. Не забываем про лайк и подписку. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, делитесь видео и каналом с друзьями. Всем удачи, бобра и до новых встреч. Пока!